Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка все вы знаете про Чулпан Хаматова. Она сбежала, уехала, потом хотела вернуться. В итоге, отрабатывая заокеанскую методичку, все-таки задержалась. И вот, вы знаете, сегодня читаю довольно интересную публикацию о том, что известная актриса Оксана Асташенко рассказала о тайном покровителе Чулпан Хаматовой в России. Я думаю, что многие догадывались, что такие дела с фондом невозможно проворачивать, собственно говоря, без каких-то тайных покровителей. Вы знаете, что после ее отъезда очень появилось много публикаций в СМИ относительно этого фонда, деятельности этого фонда, денежных средств, которые там в этом фонде находились или находятся, или, так скажем, куда-то они переместились. И вот, что пишут СМИ. Российская актриса Оксана Асташенко уверена, что таких дружеских и теплых отношений у знаменитостей на территории России больше не будет. Имеется в виду, даже если кто-то из них решит вернуться. Но я думаю, что все-таки этого не случится. Относительно Чулпан Хаматовой, Асташенко заявила, что не удивлена отъездом артистки. По ее словам, она давно планировала уехать. Всем было известно, говорит она, что Хаматова за рубежом себе не только соломку пустелила, а очень дорогой матрас. Все судачит, что и идея с созданием фонда не ее. Я не держала свечку, но все говорят, что у нее здесь был свой покровитель. Очень влиятельный. Вот вы знаете, друзья, довольно интересная ситуация получается, когда у одной очень влиятельный покровитель, у другой, там, я не знаю, еще кто-то, муж, у третьего жена. И все с влиятельными покровителями, с денежными средствами, с фондами, еще с чем-то. И все за рубежом. Обычные люди, которые ходят на работу и на которых держится страна, остались с Россией и делают все для того, чтобы поддержать друг друга, и для того, чтобы, самое главное, верят в свою родину, и делают все для того, чтобы страна жила, страна процветала, и, я не знаю, делать все абсолютно. Но те люди, которые и с деньгами, и с влиятельными покровителями, и со всем, оказались за рубежом и теперь еще раз думают, а может быть приехать, а может быть нет. Но, естественно, мне тоже кажется, что такие дела делать без влиятельных покровителей довольно сложно. И вот так вот по щелчку пальца она не уезжала. Не знаю, друзья, это все настолько омерзительно. Что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.